Так, продолжаем понравившийся формат. Будем ехать и разговаривать. Значит, у нас сегодня тема русской интеллигенции и народ. Вот роль русской интеллигенции, воспитание общества, народа. Что они делают, что делают правильно, что делают неправильно. Дмитрий Певцов, который вдруг согласился с тем, что твиттер надо закрыть в чертовой матери, чтобы не мешал нам жить. Хорошо и спокойно. Многие деятели культуры, которые сегодня обязаны были бы разбираться в том, что происходит, вот, но ни черта не делают. Не хочу называть, но вот эти вот сопли по поводу Навального, да по поводу этого, ну, уже всем ясно, по-моему, что это искусственное все, искусственный проект. Нет, надо вот высказаться по Навальному. Так, мы едем сегодня, мы едем в сторону магазина. Довольно далеко, полчаса ехать по хайвею, по скоростной дороге, в сторону магазина Холм-Дипо. Это интересная история, на самом деле, очень американская. 40, там, с чем-то лишним лет назад два американца их уволили. Они работали в магазине, продававшем инструменты. Их уволили. Вот они организовали, вместе сделали кафе. Хорошее дело, хороший бизнес, небольшой, но это 78-й год. Одного звали Бланк, но фамилия, а второго не помню. Знаем, какая-то фамилия. Не Мелрус, нет, но М. Значит, и они решили создать магазинчик на базе своего кафе. Магазин, который продавал бы инструменты. И идея заключалась в том, чтобы не просто продавать инструменты, но продавать их вместе с некоторым набором обучение, что ли, ноу-хау. Показывать людям, как работать с этими инструментами, там, учить их, если надо. И главное, консультировать. А сейчас эти магазины, их много. В Канаде, в Соединенных Штатах, Home Depot, по-французски Depot, конечно. Идея, значит, тех же инструментов, строительных материалов, всего того, что может помочь улучшить дом. Вот, девушки, на мотоцикле. Смешно. Вот. И что бы вы думали, сейчас оба в списке Forbes, я не помню точных цифр, там 6-8 миллиардов долларов каждый стоит. Проект пошел. Вначале, конечно, там медленно развивался, но они уговорили один панчок, который решил в это дело вложиться. Тоже важный элемент такой. Уговорить банк. Вот. Проект, который я начал вот с этими солнечными батареями, с нагревателями, вообще с солнечной энергией. мы тоже пришли, перешли в стадию, когда нужно было с банком говорить, и банк, один из банков такой интерес проявил. Но здесь это очень модно. Сейчас солнечная энергия, правительство дает кредиты, ну, поощряет это дело. Байден вообще планирует к 50-му году перейти на возобновляемую энергию. Но это не только электричество, это ветер, солнце, да, в общем, хороший. Да, вот, эти ребята молодцы, построили Home Depot, и сейчас мы у них, я еду взять у них мелочь всякую. По дороге я заеду, тут есть такая штука, называется Craiglist, это печать объявлений бесплатных, такой постоянно действующий сейл, распродажа. там есть даже раздел бесплатных вообще каких-то вещей. Я увидел там полочки симпатичные бесплатные и забрал, подъехал, поблагодарил, забрал. Там очень много продается мебели, жилье. владельцы зданий, где снимают американцы жилье, они очень настороженно относятся к таким вещам, потому что случайно можно заразить дом всякими клопами, тараканами. я не знаю про то, чтобы здесь это все происходило, но такое может быть. Да, значит, уже много времени, это скоростная дорога из Санта-Моники в Лос-Анджелес. Мы сейчас едем в северный Голливуд. Это не значит, что там актрисы будут, актеры и режиссеры вокруг нас. Это просто район Лос-Анджелеса. полчаса ехать, значит, что-то успеем обсудить. Значит, интеллигенция. Вот я с этой проблемой, хотел сказать, с этими гадами столкнулся в 89-м, 90-м, 91-м году. Когда начался проект биржи, там, несколько бирж сразу, несколько банков, торговые дома, инвестиционные компании, мы там раскрутили очень много проектов. Фактически начала возникать такая маленькая, ну, то есть, не маленькая, а большая империя, что меня очень волновало, потому что, во-первых, не хотелось быть миллиардером, действительно, не хотелось, во-вторых, это опасно всегда, всякого рода монополия, и опасно, кстати говоря, для жизни было, во-вторых, вот, и начали возникать такие фразы, такие заявления, позиции от людей творческих, особенно тех, кто обратился за помощью к новым, так сказать, экономическим структурам, кооперативам, но этой помощи по разным причинам не получил. и стала возникать такая позиция, что вот это все новая экономика, демократия, это все античеловечно, значит, отсутствие свободы в Советском Союзе было очевидным, но теперь говорили лидеры общественного мнения, многие, но теперь свобода отсутствует все равно, потому что возникает общество, где доминирует прибыль, доллар, рубль, алчность, и это тоже не нравилось, так сказать, лидерам общественного мнения, потому что раньше хоть государство давало деньги на творческие процессы, а сейчас никто не дает. вот в девяносто первом году два события было важных, значит, московский кинофестиваль, у него не было денег совсем, они обратились, значит, мы, биржа согласилась, дала все, что им нужно было, но слова недовольства тем не менее призносились. Как это так? Значит, вот теперь власть капитала, власть буржуев, власть богачей, нам это не нравится. конкурс второй был случай в девяносто первом году, тоже в Ялте был какой-то конкурс песни, и биржа его спонсировала просто, ну, вот, от начала до конца, и в какой-то момент я говорю, что вот нам нужны вот эти вот два один мальчик, одна девочка, мы их хотим наградить, потому что они смогут нам помочь в рекламной кампании. Вот организаторы конкурса не бедные люди с российско-советского телевидения. Значит, Игорь там крутой был, кстати говоря, рядом все время, который меня сдерживал. вот, эти руководители сказали, а нифига, ты кто такой? Деньги дал? Отойди, не смей вмешиваться в творческий процесс. Много позже вот этот закон о том, что творческий коллектив, он важнее, чем владелец предприятия, предприятия, бизнеса. Это точка зрения, ну, абсолютно советская, начала доминировать. Я знаю, многие проекты, крупные, чуть не погибли из-за того, что подозрения. Вот у святостного Федора была больница, и мы с ним, он был сопредседателем партии экономической свободы одно время. Потом передумали. Вот. У него проект чуть не погиб. Он раздал поровну акции, и когда на общем собрании принимали решение о том, чтобы закупать оборудование, ну, это нужно было, здание нужно было купить, народ как-то так начал говорить, алло, это когда еще прибыль принесет, нас уже не будет. Давай-ка прибыль была большая в какой-то момент, давай-ка мы все это дело поделим. И Святослав Федоров рассказывал мне, что пришлось принимать экстренные меры. Короче, он взял себе 51% акций. И только так справился с ситуацией. Опаньки. Я навигатор перестал говорить, я не могу понять, чем делал, оказывается, я его неправильно повесил. так. Вот, кстати говоря, эта же ситуация возникала в других разных местах, там у Паша Гусева в МК. но там как-то они разрешили эту ситуацию, Паша предложил коллективу сдать свои акции. Вот, во многих местах такое было, то есть вот эта советская, знаете, любовь к равенству, не к равным возможностям, а именно к равенству, она порождала всякого рода, ну, как здесь, сейчас, в Соединенных Штатах, призывы демократической партии к социализму, к равенству были довольно успешными, в всяком случае, они многих смогли соблазнить этими идеями. Так, надо понять, куда нам ехать налево, на 110-ю. Там, а, Пасадена. Куда, левее. Ну, вот сюда всталем. Вот, я что-то тут прочел у Нагибина, тоже какое-то высказывание 94-го, 95-го года, что народ, вот, ты променял свободу, или не захотел быть свободным. Это было сказано в период, ну, расцвета, что ли, демократии в России. а, давайте опевцовем буквально два слова. Значит, это, конечно, не интеллектуал, не интеллигент, не интеллектуальный, так сказать, руководитель общества. на Пасадену. Написано 110-е на север. Да, совпадает. это все-таки другой случай. Я бы хотел это разделить. Это речь идет вот в данном случае о людях, которые зарабатывают своим творчеством, продают. Я, кстати говоря, вот к этим певцам, артистам, которые выступают в том числе в политических каких-то акциях. Ну, я отношусь спокойно, но они зарабатывают, они должны зарабатывать. Надо на что-то жить. Ну, это вот ошибка оценочная. считать, что всякий человек, который выходит на сцену, это духовный лидер нации, но это по крайней мере неправильно. так, какой-то стадиончик тут зелененький отбахали. по-моему, справа это был как раз Дауттаун, а может быть это Беверли, я не знаю. Центр Беверли, торговый, он такой с высокими домами. нам ехать еще 20 минут 9 миль. Кстати, тоже интересная ситуация мили и километры. Психологически одна миль это 1,6 то есть он фактически 1,6 километра, но психологически это все-таки 2 километра. Я вот на себе проверил, у меня это есть в наметках книги, да, это Дауттаун, которая будет называться записки политэмигранта. И вот эти вот фиты тоже это треть метра. То есть когда сообщает навигатор, что осталось 500 фит, то психологически ждешь 500 метров. А на самом деле это там меньше меньше 150 метров. Да, это Дауттаун. Знакомые здания. земля дорогая, поэтому они лезут вверх в эти здания. Здесь машины водят спокойно там, не истерично, пропускают друг друг друга. Раз и перестроились. Раз и перестроились. Никто не мешает. Вот, так что артистов, художников, тех, кто зарабатывает этой торговлей рожей относить к духовным лидерам нации я бы не стал. Но это распространенная точка зрения и в дискуссиях по этому поводу очень много разговоров о том, вот, как он